всем здравствуйте сегодня я покажу как мы будем выплетать вот такую косынку косынка это будет выплетаться не как классическим способом не сверху вниз мы идти будем а снизу вверх этот способ немножко сложнее я бы даже сказал гораздо сложнее классического но чем он хорош его плюсы плюс его заключается в том что более ровный край получается у косынки более аккуратный и можно рассчитать длину косынки то есть вы ее можете плести до такого состояния до той длины которой вы хотите выходить можете ее сделать более короткой или более длинной вот сколько рядов вы будете надплетать тем она будет длиннее в классическом способе вот сколько вы набрали первый ряд дальше идете вы на убавление у вас здесь и длина уже зависит от набранного первого ряда то есть уже регулировать длину косынки невозможно я покажу как мы будем у меня коротенькая косыночка крепить замочек к ней но если вы сделаете достаточно ее длинную то можно будет свободно одевать через голову в общем для выплетения создания такой косынки нам потребуется бисер хорошего качества неважно японский чешский любой десятый номер вот у меня декоративный бисер это прозрачный бисер основной будет далее две иголки для бисера плетения у меня вот такой набор замок если косынка предполагается короткая значит с одним выходом с одним ушком капроновые нитки у меня 50 к они очень прочные то есть вот 50 к ножницы и зажигалка берем нитку одеваем на нее с двух сторон иголки нитка длина приблизительно 2 метра одеваем на нее 16 бисерин вот отделе 16 бисерин и далее замыкаем вот так вот заходя отсюда это вот 16 бисерин вот в такой колечко так чтобы у нас нитки выходили в противоположные стороны вот мы замкнули нитки у нас вот так выходит это у нас будет давайте красного цвета нитка разные две иголки теперь мы берем набираем 11 бисерин и заходим отсчитав 1 2 3 в четвертую то есть у нас получается 1 2 3 4 5 6 7 снизу 7 если вот здесь между этими двумя посчитать у нас также 7 и здесь 7 мы входим вот в эту бисеринку и иголка наши выходит в эту сторону где находится сейчас вторая нитка берем эту иголку одеваем на нее так же зеркально 11 бисерин и отсчитав отсюда выходит иголка отсчитываем раз два три четыре заходим в четвертую бисеринку проходим и выходим сюда вот у нас опять они смотрят в разные стороны но поменялись местами теперь мы с вами вот эту иголку она нас сюда вышла отсчитываем раз два три четыре переводим то есть вот у нас вот это вот она сюда переводим к четвертой бисеринки опять набираем 11 бисерин отсчитываем уже от этого места откуда выходит нитка четвертую бисеринку раз два три четыре и заводим в нее нитку и заводим в том же самом месте откуда она выходила то же самое мы делаем вот то есть у нас мы заходим сюда в четвертую набираем 11 раз два три четыре заходим сюда выводим нитку вот я набрала 16 бисерин у меня будет по краям декоративный бисер основной будет вот такой прозрачный я набрала 16 бисерин нахожу середину нашей нитки вот середина теперь вот этой иголкой вот так вот заворачиваю я захожу на встречу первую бисеринку замкнули кольцо нитки смотрят в разные стороны полочку я откладываю левую на правую одеваю 11 бисерин вот 11 бисерин надела отсчитываем четвертую вот отсюда выходит нитка читаем 1 2 3 4 и снизу заводим иголку проходя через эти четыре бисеринки и заводим ее в ту из которой выходила нитка вот у нас получилось как будто два лепесточка теперь я эту иголку откладываю беру левую иголку одеваю на нее также 11 бисерин и мы делаем здесь зеркальный такой третий лепесток 5 6 8 9 10 вот 11 сейчас я буду пытаться левой рукой это сделать но впоследствии я буду плетение переворачивать то есть вот это центральная мы отсчитываем 1 2 3 4 вот 4 и в эту центральную вот получился третий лепесточек такой он потом выстроится нитки наши иголки с вами поменялись местами но смотрят также в разные стороны теперь я этой же иголкой с которой только что работала прохожу вот отсюда нитка выходит вот из этой я прохожу 4 бисерины набираю 11 на иголку бисерин вот отдела отсчитываю 4 1 2 3 захожу четвертую третью вторую первую и вот откуда выходила нитка в эту бисеринку я также завожу иголку теперь я плетение наше переворачиваю вот эта нитка с которой мы только что работали мы ее также убираем в сторону и берем вторую иголку вот она у нас выходит из середины вот нитка выходит из этой бисеринки я насквозь как в прошлый раз прохожу 4 бисерины то есть я перевожу чтобы сделать вот это колечко набирая 11 бисерин отсчитываю отсюда выходит нитка вот отсюда выходит я читаю 1 2 3 4 и и снизу прохожу все эти 4 бисерины насквозь прихватывая пятую из которой выходила нитка то есть вот вот у нас что получается если мы на столе разложим у нас получается уже такой вот уголочек теперь нам надо сделать вот здесь вот соединение такое соединение у нас будет уже делаться вот из основного бисера выбираю на иголку 7 бисерин бисерин 7 и захожу в ту бисеринку из которой выходит ниточка и сразу перевожу проходя 4 то есть вот сюда зашла 1 2 3 4 перевожу иголку для выплетения нового декоративного колечка вот что у нас с вами получилось теперь для удобства я переворачиваю плетение то есть вот она ниточка смотрит сюда беру вторую иголочку она у нас выходит в эту сторону и я прохожу все эти 7 бисерин прихватив прихватив первую и еще 4 вот у нас смотрят опять ниточки в разные стороны откладывают иголочку беру эту одевая на нее опять вот эти вот 11 декоративных бисерин так 3 4 5 10 11 15 опять отсчитываю 1 2 3 4 это у нас будет повторяться постоянно и вывожу иголочку сюда вот вот у нас уже получается вот такая картина вот теперь нам нужно из прозрачного бисера соединить вот сделать здесь перегородочку мы набираем 7 бисерин находим здесь середину так как у нас 7 то у нас 3 с краю 3 с другого края и вот она серединка вот она 4 это бисеринка мы заводим в нее иголочку и делаем вот такое вот соединение здесь нам также надо соединение сделать из этого края опять одеваем 7 бисерин опять одеваем 7 бисерин мы значит отсчитываем 1 2 3 и заходим в эту четвертую бисеринку вот у нас получились два соединения опять я с вами переворачиваю потому что мне с правой руки работать гораздо удобнее берем вторую другую иголку то откладываем в сторону опять одеваем 11 бисерин отсчитываем 4 заходим в четвертую и сейчас смотрите мы с вами заходим вот сюда и нам надо перейти к серединке то есть мы сразу насквозь проходим отсчитав здесь тоже 3 бисеринки и выходим в четвертую 1 2 3 4 вот в середину все подтягиваем почему мы перешли сюда к серединке чтобы сделать следующую вот такую соединение перегородочку мы отсчитываем опять 7 бисерин находим здесь середину находим здесь середину это у нас четвертая бисеринка то есть это ниточку пока не трогаем и здесь делаем новую перегородку с новое соединение опять набрав на иголку 7 бисерин 1 2 3 4 отсчитали вошли в четвертую соединили ниточки опять смотрят в разные стороны берем вторую другую иголочку переводим нитку проходя через 4 бисеринки набираем 11 набираем 11 отсчитываем 4 1 2 3 4 и заходим в пятую бисеринку откуда выходит ниточка подтянули плетение теперь набираем 7 бисеринок чтобы сделать вот здесь перегородку заходим вот в эту бисеринку и сразу переводим иголку сюда к середине делаем здесь перегородку набрав опять 7 бисерин находим серединку заводим иголочку заводим иголочку теперь я опять переворачиваю наше плетение ту иголку которой мы сейчас работали я откладываю беру вторую иголку набираю набираю 11 бисерин набираю 11 бисерин отсчитываю 4 проходя 4 завожу иголку в пятую теперь теперь я перевожу иголку к тому месту откуда выходит вторая нитка и так как у нас здесь сделана уже вот эта перегородка нам нужно иголку перевести в это положение мы насквозь проходим 7 бисерин и заходим вот в эту соединительную восьмую теперь у нас не хватает здесь перегородочки и здесь мы надеваем на иголку 7 бисерин находим середину набираем опять 7 бисерин отсчитываем 4 и опять переворачиваем плетение набрав 11 бисерин декоративных отсчитываем 4 заходим в пятую и сразу переводим иголку к середине вот этой вот перепонки вот этого соединения оставляем эту иголочку потому что у нас здесь 6 поворотов здесь только 5 будем сейчас делать здесь шестой поворот отсчитываем 7 бисерин для того чтобы сделать нам вот эту перегородку вводим иголку в четвертую бисеринку опять для удобства переворачиваем набираем 11 заходим снизу в четвертую пятую и переводим к середине этой перегородки нашу иголку вот у нас сейчас пойдут нитки друг другу навстречу набираем 7 бисерин находим серединку теперь делаем здесь здесь опять находим четвертую серединку четвертую бисеринку и сейчас наши иголочки опять пересекутся делаем здесь перегородку последнюю перед поворотом раз два три четыре все теперь мы опять переворачиваем наше плетение я уже набрала 11 бисерин отсчитываю четыре захожу в пятую и перевожу иголку вот к этой серединке и оставляю эту иголку беру следующий потому что они у нас сейчас получается идут в одном направлении в идеале конечно когда они нам будут идти навстречу друг другу у нас иголка это выходит ниточкой в эту сторону значит я перевожу ее к середине семи бисерин и мы сейчас будем продолжать выплетать вот эти перегородки набираю 7 вошла в серединку опять набираю 7 вошла в середину но так как мы не можем здесь сделать большой переход ну соединение у нас вот тут не хватает соединения то мы эту иголочку вниз переводим вот к серединке этой чтобы сделать здесь новое соединение в процессе плетения у нас не будет идти косынка ровно на одном уровне то есть здесь у нас выше здесь у нас чуть ниже я потом далее покажу как мы будем выравнивать все это в один ряд но пока у нас еще мало сплетено не вижу в этом смысла не пугайтесь то что вот здесь вот вот такие ступеньки идут это ничего страшного так находим четвертую так находим четвертую заводим иголку опять переворачиваем плетение опять я набираю одиннадцать захожу опять в четвертую и выхожу в середине здесь нам нужно делать соединение завожу вот сюда в серединку и сразу перевожу нитку потому что здесь уже сделано к середине теперь мы можем взять вот эту иглу опять чтобы с ней удобно было работать я переворачиваю уже набрала 7 бисерин и делаю соединение заходя вот уже в эту бисерину и опять перевожу иголку к середине вот у нас иголки смотрят друг напротив друга набираю 7 захожу сюда опять набираю 7 нахожу середину и опускаюсь вот сюда вниз теперь у нас выстроился основной принцип плетения мы постоянно будем переходить то к серединке то опускаться вниз вот поэтому идут у нас такие ступеньки но не пугайтесь далее переворачиваем опять плетение берем берем вторую иголку переводим ее вот сюда потому что нам надо выстроить здесь перегородку такое соединение точнее то есть мы так и будем постоянно переходить переводить опускаться вниз именно вот здесь сейчас мы опять опускаемся вниз потому что здесь не можем сделать соединение у нас здесь еще нету мы переводим иголочку опять набираем 7 бисерин заходим в четвертую и наши иголки опять смотрят в разные стороны откладываем иголку делаем здесь соединение новую петельку из 11 бисерин набрала 11 1 2 3 зашла в четвертую пятую и сразу 4 набрала 7 зашли сюда так как у нас это уже есть я перевожу иголку к серединке опять можем перевернуть плетение и работать со второй иголкой делая все зеркально набираем 11 набрали 7 зашли в четвертую перешли набрали 7 зашли сюда и так как у нас здесь перегородка есть мы иголку вот переводим к середине набираю опять 7 нашли середину опять 7 заходим заходим в эту серединку нитки наши встретились здесь опять видите мы опускаемся вниз то есть с краю мы всегда будем опускаться чуть ниже на столе ступеньку скажем так опять набрали 7 раз два три четыре плетение опять для удобства переворачиваем и эту откладываем с краю берем вторую и так же ее выводим к краю здесь нам уже делать ничего не нужно поэтому мы просто по плетению переводим иголку ближе вот к этому краю здесь тоже соединение есть мы опять переводим нашу иголку здесь у нас не хватает соединения поэтому мы набираем 7 бисерин вошли и опять рядом с краем вот здесь вот опять мы опускаемся на ступеньку ниже мы всегда будем опускаться набираю 7 захожу в четвертую вот у нас опять нитки смотрят в разные стороны мы откладываем эту иголку делаем здесь приходим к середине переворачиваем берем эту иголку и идем к середине опять они встречаются и расходятся набрали 11 перешли 7 перешли поднялись к середине выше у нас по краям всегда ниже будет здесь выплетаем новую перегородку сейчас делаем здесь и ниточку оставим перейдем ко второй переворачиваем переворачиваем опять плетение откладываем эту иголку берем новую набираем набираем набрали 11 вошли в четвертую сразу перешли в середине в середине 7 зашли сюда поднялись на верхнюю ступеньку вот вот у нас иголки опять сейчас встретятся набираем 7 заходим заходим и по такому же принципу как мы сейчас с вами шли мы идем сюда на середине встретились разошлись сплели на середине встретились я проплела еще один ряд и вот у меня иголки опять идут навстречу друг другу я сейчас набираю опять 7 бисерин и завожу иголку туда откуда выходит вторая чтобы они опять шли навстречу друг другу и расходились в разные стороны нитки у меня стали достаточно короткими и именно поэтому это самое удачное место здесь для введения новой нитки я взяла новую длинную нитку одел иголку нашла середину и сейчас я буду заводить в эту же самую бисеринку новую иголку точнее новую нить с иголкой теперь я беру коротенький хвостик новую нитку и завязываю между стуними один узелочек такой то же самое я делаю со второй стороны все теперь мы короткие хвостики пока откладываем в сторону это это чтобы у нас нитка это не гуляла когда мы будем сейчас новые продолжать плести теперь мы переводим так как у нас здесь есть перегородка мы переходим по плетению вот в это положение чтобы выплести здесь перегородку новую набрали 7 бисерин нашли середину и опять перешли вот сюда вниз опять набираем 7 бисерин делаем здесь находим середину вводим иголку и опять опускаемся вниз чтобы здесь сделать следующее такое вот перегородочку раз два три четыре закончили теперь берем вторую нитку переворачиваем наше плетение коротенькие хвостики эти убираем пока пальчиком сейчас мы немножко выплетим я покажу как мы их уберем в плетении мы опять как и в предыдущем случае первой иголкой переводим в это положение иглу делаем перегородку перешли перегородку перешли перегородку опять выплетаем поворот и так плетем дальше ну вот я проплела от того места где мы вводили новую нитку и теперь я буду убирать эти хвостики я опускаюсь вниз по плетению между вот этими двумя бисеринками снизу поддеваю иголочку образовываем петельку и завязываем вот такой узелок идем дальше будем путать ниточку по прямой я не хожу идем наверх таким вот зигзагом сейчас мы вот здесь еще сделаем узелочек также снизу между двумя бисеринками завязали узелок поднимаемся наверх и здесь я завяжу последний третий теперь отрезаем ниточку оставляя небольшой хвостик берем зажигалку и этот хвостик нужно подпалить все убираем бисеринку одну ниточку мы убрали также мы убираем вторую нитку и продолжаем выплетать вот я выплела уже часть косынки нитки у меня смотрят в разные стороны и сейчас я покажу как я буду дополнять вот эти недостающие ряды чтобы они были в одну линию значит набираем 7 бисерин опускаемся вот до выплетения новой перегородки опять набираю 7 также нахожу четвертую бисеринку серединку опускаюсь до места вот этого соединения сейчас я делаю все то же самое как если бы мы с вами просто продолжали выплетать эту косынку так это не считаю раз два три четыре переворачиваем сейчас будем работать только с одной иголкой раз два три четыре заходим в пятую делаем все абсолютно точно так же как будто мы продолжаем с вами выплетать идем мы до того момента где у нас уже с вами вот здесь выплетены то есть нам вот здесь не хватает идем вот до этого шага делаем последний здесь перепоночку такую перегородку последнюю пять шесть семь зашли и теперь между вот это вот это вот центр которая находится вот этой вот бисеринкой и соседней я поддеваю снизу иголку и затягиваю в образовавшуюся петельку узелок теперь я опять переворачиваю то есть я не иду туда наше плетение так сейчас вот так чтобы видно вот у нас ниточка вот здесь завязали мы узелок я возвращаю иголку опять в эту же бисеринку и в эту вновь с нами сделанную перепонку и опять вот в это место соединения возвращаю нитку то есть вот мы развернулись с вами так опять мы продолжаем выплетать также опускаемся и такие развороты с узелком мы будем проделывать до тех пор пока не выровняем весь край в одну линию опять набираю 7 бисерин разворачиваю плетение опять перевожу к середине поднимаемся то мы опускались теперь опять поднимаемся вот вот здесь у нас уже идет ровно делаем перегородку последнюю заходим только в центр никуда не переходим опять делаем узелок для разворота переворачиваем плетение возвращаем иголку опять в эту же центральную бисеринку проходим полностью насквозь всю перегородку и заходим вот сюда в середину вот этой перегородки опять выплетаем новую в середину опустились ниже то есть видите у нас уже край становится ровным если здесь он скошен ниже получается намного гораздо вот то здесь уже идет у нас все по прямой но у меня заканчивается иголочка и я сейчас буду заводить новую дело нитку на конце завязываю узелок это вот когда ниточка одна и как нам завести также единственную нитку то есть не двойной когда этого мы делали это еще один вот способ я покажу как завести новую нитку рядом с узелком мы подрезаем ниточку оставляем хвостик обязательно нужно подпалить чтобы он не развязался этот узел где-нибудь вот здесь ну то есть чтобы нам вот можно было выйти опять в эту же точку нам нужно сделать давайте вот так я завожу иголку и аккуратно вот этот узелок мы прячем в бисеринку вот в эту внутрь далее между двумя я фиксирую еще двойным узелком вторым чтобы тот не выскочил иду по плетению к тому месту где у нас закончилась нитка сделаю еще один на всякий случай узелочек и выхожу как раз в том месте где у нас закончилась нитка продолжая выплетать опять набираю семь бисерин это не считая раз два три четыре перевернули набираю 11 ничего сложного если вы поняли принцип здесь нет опять семь поднимаемся хвостик хвостик этот потом также убираем когда этого я показываю вот здесь у нас идет ровная линия нам не хватает здесь значит я набираю семь бисерин захожу в эту серединку центральную бисеринку опять делаю узел для разворота возвращаюсь в эту же самую серединку насквозь прохожу к этой центральной нам осталось выровнять вот здесь совсем немножко краешек опять набираю семь опустились вниз перевернули перевернули уже видно что практически косынку край я выровняла в одну линию вот с этой стороны здесь конечно видно что здесь вот срезан он так заходим сюда опять делаем узелок опять заводим обратно иголку полностью проходим опускаемся вниз вниз выплетаем последний одиннадцать так перешли ну вот все край ровный абсолютно то же самое мы делаем со вторым краем также его выравниваем вот так в линию и дальше продолжаем делать вот эти перегородки и у нас иголки будут пересекаться друг с другом расходиться плетете косынку до нужной вам длины то есть вот она уже как говорится да она еще маленькая но она уже бисер вот собирается вот столько сколько вы хотели бы какой длины она у вас была бы на вашей шее вот я продолжила выплетать эти поворотики здесь у меня иголочки встретились второй я пошла в эту сторону сейчас из этой середины где у меня нитка осталась я пойду так как нитка выходит в эту сторону я ее перевожу к середине я продолжу выплетать вот так вот эти перегородочки ну вот я дошла до края здесь мы не можем сделать ну получится резкий переход поэтому я опять опускаю нашу нитку на ступеньку ниже набираю 7 бисерин и опять все проделаю то же самое что мы делали до этого переворачиваю наше плетение набираю 11 декоративных так сейчас мы чуть-чуть подтянем и продолжаю опять выплетать когда у нас здесь опять будет срезанные углы мы их выравниваем так же как я показывала ранее и то же самое мы делаем со второго края я закончила выплетать я закончила выплетать косынку нужной мне длины если вы хотите чтобы она спокойно через голову одевалась то нужно тогда еще плести доплетать чтобы она была более длинная мне такой длины вполне достаточно и поэтому я сейчас буду крепить замок для крепления замочка нитка у меня вот находится в этом положении то есть вот я закончила выплетать ряд я опускаюсь на две бисеринки и в этом месте мы будем с вами крепить замочек я набираю на иголку одну бисеринку беру замок беру замок завожу иглу в ушко замка то есть вот у нас что получается теперь я возвращаю иголку в набранную только что нами бисеринку то есть вот зашли вернулись и нитка выходит снизу я завожу ее сверху как бы замыкая все это в круг то есть вот у нас получается вот такая восьмерочка теперь мы это все подтягиваем и проделываем опять повторно для того чтобы укрепить нам замочек 2 2 ниткой я опять завожу иголку в бисеринку которая граничит рядом с замком в сам замочек опять возвращаюсь в эту бисеринку и замыкаю дальше круг и опускаю иголку по плетению завязываю узелочек 1 для того чтобы убрать нам нитку она нам больше не нужна на самом деле если вы хотите здесь вот края расшивать или делать какие-то дополнительные висюльки то вы можете этой же ниткой продолжить выплетать но я ничего не буду делать потому что у меня бисер и так смотрится выигрыш на вот этот декоративный но можно и что-то вот там расшить я не знаю кристаллами что-то придумать оставляем хвостик сжигаем его аккуратненько и убираем в бисеринке все мы закрепили с одной стороны с одного края косынки наш замочек то же самое мы будем делать и со второго края ну вот наша косыночка готова очень надеюсь что достаточно понятно я старалась объяснить удачи вам всего хорошего это